Депутаты Законодательного собрания Тверской области совместно с сотрудниками Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» администрации Московского района Твери оказали помощь семье Суворкиных, жителям поселка имени Крупской, чей дом сгорел три года назад. Подробности в нашем сюжете. В декабре 2020 года в семье Галины Суворкиной случилось несчастье. Огнем был уничтожен дом и большая часть построек на участке. В данный момент они с мужем, инвалидом второй группы, вынуждены жить в бане, которая уцелела при пожаре. Муж Галины Алексеевны не может работать по состоянию здоровья, а сама натрудится с санитаркой в больнице. В семье нет возможности вывести мусор после пожара. Женщина обратилась в региональную общественную приемную партию «Единая Россия» в Тверской области по вопросу оказания помощи в очистке участка после пожара. Депутат ЗАГС Собрания, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Тверской области Лилия Корниенко определила примерный объем работы и обратилась за помощью к депутатам, занимающимся благотворительной деятельностью и администрацию Московского района. Вот такой большой дружной командой. Каждый приехал со своим инструментом, каждый привез технику, какую мог, какую успел. И вот сегодня у нас максимальная задача привести вот этот участок в санитарное состояние. Содействие в организации сноса дома и вывозе остатков мусора с участка оказали заместитель председателя постоянного комитета по государственному устройству и местному самоуправлению законодательного собрания Антон Сикерджитский и депутат Тверской гордумы Ян Барышев. Помогли спецтехникой и рабочими руками. Работы много. Нужно разобрать остатки дома, весь мусор, оставшийся после пожара, распилить бревна, погрузить и вывезти это все с участка. Случилась беда, сгорел дом. Естественно, надо было как-то помочь. Мы вместе с депутатами ЗС, можно сказать, собрали небольшую команду, которая сегодня помогает в вывезе мусора и уборке, можно сказать, данной территории. Ранее депутат ЗАГС собрания, главврач областного клинического перинатального центра имени Бакуниной Людмила Гребенщикова оказала содействие в оформлении инвалидности и прохождении курса лечения хозяину дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова